Всем привет! В сегодняшнем видео будет идти речь про мини-версию приставки Nintendo Wii, популярные приставки от компании Nintendo. Но сразу говорю, видео будет коротким, потому что рассказать про неё особо нечего, но мне всё-таки надо сделать этот ролик, чтобы кто-то из вас немного о ней узнал, если вы конечно не знали о ней вообще. Итак, Nintendo Wii это упрощённая версия игровой приставки от компании Nintendo, выпущенная 7 декабря 2012 года в Канаде по цене 99 канадских долларов, в марте 2013 года в Европе и в Великобритании. Чтобы вы понимали, это официальная цена, приставка до сих пор поддерживается и её можно даже купить в магазинах. Однако по желанию можно найти её и на интернет-площадках таких как eBay, Avito, OLX и даже Amazon. Вот так. По поводу комплекта, кроме приставки туда входит и пульт Wii+, аксессуар-нанчак, сенсорная планка, блок питания, AV-кабель, переходник с карт, ремешок для запястья, чехол для пульта, ну и батарейки. Однако игра также могла и комплектоваться вместе с игрой Mario Kart Wii. Чтобы вы понимали, это онлайн игра и до этого мы сейчас доберёмся ещё, там есть некоторые проблемы. По поводу технических характеристик или же железа. Почти вся начинка была перенесена из Nintendo Wii обычной. Процессор Broadway, который был разработан совместно с IBM. Технологический процесс 90 нанометров и рабочая частота 729 МГц. Оперативной памяти 88 МБ и 512 МБ внутренней. Видеопроцессор ATI Hollywood, который работает на частоте 243 МГц и имеет видеопамять в 3 МБ. В качестве аудио используется система совместимая с Dolby Pro Project 2. Да, это конечно с одной стороны всё хорошо, но с другой у этой приставки очень много минусов. Первый минус это то, что она не поддаётся совершенно никакому взлому, то есть взломать её невозможно. Второй минус это то, что в ней отсутствует слот для SD-карт. Третий минус это то, что она имеет AV-кабели. Четвёртый минус это то, что она выдаёт разрешение картинки всего лишь 480p или 576i. И наконец пятый минус, самый главный, это то, что здесь нету Wi-Fi. Да-да, вот теперь мы перешли к Mario Kart. Это онлайн игра, где нужно играть вместе с друзьями там через интернет. Но вопрос, как ты это сделаешь на этой приставке? Да никак, Wi-Fi модуля здесь нету. Вот и всё, пиши пропало. В таком случае лучше Nintendo Wii обычно купить. Хотя нет, есть ещё один последний минус, шестой. Это то, что в ней отсутствует жёсткий диск и отсутствуют также возможности его установки. В обычной Nintendo Wii можно было такое сделать. Вот и всё, пожалуй, все минусы. В таком случае лучше, конечно, купить обычную Nintendo Wii, которая будет ещё и прошитая, с картой памятью, играми, ну в общем там совсем. Но у этой приставки всё же есть один плюс, это библиотека игр. Она здесь большая. И среди обычных игр есть также и эксклюзивы. Вот, вроде бы всё рассказал про эту приставку. Стоит ли вообще её сейчас покупать? Ответ прост. Нет, не стоит покупать. Если её сравнивать с обычной Nintendo Wii и даже Nintendo Wii Family Edition, то Wii Mini это огрызок. В нём огромное количество минусов, из-за которых его лучше всё-таки не стоит покупать. В принципе, это всё, что я хотел рассказать про эту приставку. Да, возможно, я мало рассказал, но простите, это всё, что я знаю об этой приставке. Я пытался более подробную информацию найти в интернете, но тоже там особо ничего не пишут. Всё, ребят, это был второй выпуск рубрики о мини-железках. Всем удачи, всем пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова